Я прочту стихотворение современного автора Джо Ростер. Оно мне очень нравится, потому что оно вызывает во мне такие глубокие чувства, и, наверное, оно даже затрагивает что-то еще глубже внутри меня, и оно мне очень нравится. Ты однажды придешь в мой дом, мой маленький дом в лесу. Скажешь весело, здравствуй, Том, я пришел, ты проспорил суд. Бросишь пыльный рюкзак на стол и за ухом почешешь кота, белым снегом заснеженный гор. В моем сердце умрет по стопам. Но я сделаю вид, что не ждал, не скучал, отмеряя дни, просто я очень сильно устал. Я чертовски усталкиваю, от любви ко всему и всем, к близким, женщинам и друзьям, ведь привязанность тот же плен, полюбить, потерять себя. Я один. Разве это грех? У меня есть табак и кот, я же счастлив, счастливее всех. И в груди не болит, не жмет. Твой французский смешной акцент, итальянский, кипящий нрав, ставил суд, я поставлю цент, будто бы окажешься неправ. Ты, конечно, свернул с пути, или встретил свою судьбу, или, может, нашел синих птиц, тех, что птицами счастья зовут, и ты вспомнил, что где-то есть друг. Раньше ты всем делился со мной сигаретой, теплом своих рук, счастьем, горечью и вину. Ты расскажешь, как мир постарел, и про джунгли больших городов, что нет больше сражений и стрел, не приходит колдунье и снов. Может быть, я в ответ промолчу, может быть, улыбнусь слегка. Я устал от эмоций и чувств, встав одним из кривых зеркал. Ты оставишь вино и чай, ты все время куда-то спешишь. Скажешь весело, не скучай, и уйдешь в свою новую жизнь. Я один. Разве это грех? У меня есть табак и кот. Я же счастлив. Счастливее всех, я счастливейший идиот. Я допью свой остывший грок и на плечи накину пальто прочь из дома сквозь дым. И смог, безнадежно надеясь, что ты однажды придешь в мой дом, мой заснеженный дом в лесу. Скажешь тихо. Ну, здравствуй, Том. Я пришел. Я тебя спасу. АПЛОДИСМЕНТЫ Син Симонов, открытое письмо. Я думаю, что это стихотворение расскажет все само за себя, поэтому я не буду о нем говорить. Я вас обязан известить, что не дошло до адресата письмо, что в ящик опустить не постыдились вы когда-то. Ваш муж не получил письма. Он не был ранен словом пошлым, не вздрогнул, не сошел с ума, не проклял все, что было в прошлом. Когда он поднимал бойцов в атаку у руин вокзала, тупая грубость ваших слов его, по счастью, не терзала. Когда шагал он тяжело, стянув кровавой тряпкой рану, письмо от вас. Еще все шло. Еще, по счастью, было рано. Когда на камне он упал, и смерть оборвала дыхание, он все еще не получал, по счастью, вашего послания. Могу вам сообщить о том, что, завернувшись в плащ палатки, мы ночью в сквере городском его разорыли после схватки. Стоит звезда из жести, там и рядом тополь для приметы. А, впрочем, я забыл, что вам, наверное, безразлично. Письмо нам утром принесли. Его за смертью адресата между собой мы вслух прочли. Уж вы простите нам, солдат. Быть может, память коротка у вас по общему желанию от имени всего полка. Я вам напомню содержание. Вы написали, что уж год, как вы знакомы с новым мужем, а старый, если и придет, теперь вам, вам будет все равно не нужен. Что вы не знаете беды, живете хорошо, и, кстати, теперь вам никакой нужды нет в лейтенантском аттестате. Что писем он от вас не ждал, и вас не утруждал бы снова. Вот именно, не утруждал. Вы бы больнее искали слово, и все, и больше ничего. Мы перечли их терпеливо, все те слова, что для него в разлуке час в души нашли его. Не утруждай, муж, аттестат, да где ж вы душу потеряли, ведь он же был солдат. Солдат, ведь мы за вас с ним умирали. Я не хочу судьей быть. Не все разлуку побеждают, не все способны век любить к несчастью, в жизни все бывает. Ну хорошо, пусть нелюбим, пускай он больше вам не нужен, пусть жизнь вы будете с другим, бог с ним, с тем мужем, или не с мужем. Но ведь солдат не виноват в том, что он отпуска не знает, что третий год себя подряд вас защищая утруждает. Что ж, написать вы не смогли, пусть горьких словно благородных, своей душе вы не нашли, так заняли бы где угодно в отчизне нашей. К счастью, есть немало женских душ высоких. Они б вам оказали честь, вам написали бы эти строки, они б за вас слова нашли, чтобы облегчить доску чужую. От нас поклонам до земли, поклон за души большую, не вам, а женщинам другим, от нас отторженным войною, а вас мы написать хотим, пусть знают вы тому виною, что их мужья на фронте, тут, подчас в душе борясь с собою, с невольной тревогой ждут из дома писем перед боем. Мы ваши не к добру прошли, теперь нас втайне горечь мучит, а вдруг не вы одна смогли, вдруг кто-нибудь еще получит. На суд далеких жен своих мы вас пошлем, вы клеветали на них, вы усомниться в них, нам на минуту повод дали. Пускай поставят вам вину, что душу течет, вы скрывали, что вы за женщину, жену, себя так долго выдавали, а бывший муж ваш, он убит. Все хорошо, живите словом, уж мертвый вас не оскорбит в письме давно не нужным словом. Живите, не боясь вины, он не напишет, не ответит, и в город возвратить с войны с другим вас под руку не встретит. Лишь заодно еще простить придется вам его, за то, что, наверное, с месяц приносить еще вам будет письма, почта. Уж ничего не сделать тут. Письмо, медлительные пули, вам письма в сентябре придут, а он убит еще в июле. А вас там каждая строка. Вам это верно, неприятно, так я от имени полка беру его слова обратно. Примите же в конце от нас презрение наше на прощение, не уважающее вас. Покой, однополчие. Когда миссис Корсон встречает во сне покойного сэра Корсона, она вскакивает, ищет тапочки в темноте, не находит, черствами. Прикрывает ладонью старущие веки черствы, и тихонько плачет, едва дыша. Он до старости хохотал над ее рассказами, он любил ее, все его слова обладали для миссис Корсон волшебную силу. И теперь она думает, что, когда он приходит проведать милую, что приходит проведать милую, его точная, обаятельная душа. Он умел ее принимать всю, как есть, вот такую разную, иногда усталую, бесполезную, иногда нелепую, несуразную, бестолковую, нелюбезную, безотказную, нежелезную. Если ты смеешься, он говорил, я праздную, если ты горюешь, я соберезную. Они ездили в Хемпшир, любили риски и птишабли, а потом его нарядили и погребли. Миссис Корсон знает, что муж в районе беспокоится, там его найдет, когда станет сама покойницей, только что-то гнетет ее между ребер колется, стоит только вспомнить, пока этот рай. Иногда сэр Корсон, видя своей сигарой, Джонни Окером, очень пьяным, бессонным, злым, завоскресным покером, задолжал, вероятно, мелким небесным рокером. Говорила же, не играй. Спасибо.